Поистине хвала принадлежит Аллаху И я свидетельствую, что Мухаммад его рабопосланник А затем, самым правдивым словом является книга Аллаха А самым лучшим путем является путь пророка Мухаммада Да благословит его Аллах и приветствует Худшими делами являются новшества в религии Ведь каждое новшество ересь А каждая ересь заблуждения А каждое заблуждение будет в огне О рабы Аллаха Первый приказ в Коране Суре Аль-Бакара О люди, поклоняйтесь своему Господу Этот приказ совершать поклонение Всевышнему Аллаху Включает в себя То, чтобы каждый мусульманин Каждое создание Аллаха И каждый человек Был Рабом Аллаха Если это поклонение Направлено от человека к человеку То это унижение А если от человека к Аллаху То это величие И почет Поэтому Всевышний Аллах Описал своего пророка Да благословит его Аллах и приветствует Самым почетным образом Назвав его Рабом Причист тот, кто перенес ночью Своего раба Чтобы показать ему Некоторые из наших знамений Из заповедной мечети В мечеть Аль-Акса После этого Аллах вознес его на небеса В этом великом Путешествии В этом великом Путешествии К высшему обществу Аллах Описал своего пророка Качеством раба Хвала Аллаху Который не спаслал Своему рабу Книгу Когда Аллах Описывал то Как Коран Не спасылался пророку Он описал его Как раба И в то Что мы не спаслали Нашему рабу В день развлечения В день Когда встретились Две армии при Бадре Здесь Аллах Снова называет его рабом Когда раб Аллаха Встал Обращаясь с мольбой к нему Здесь Аллах Снова описывает его Как раба Этот аят Разъясняет Четкую связь Между сущностью раба И призывом И то Что из рабства Следует призыв К этой религии Когда раб Аллаха Встал Обращаясь с мольбой К нему Он призвал к нему А также взывал к нему Взывал к нему Одному святу на велик Они Джины Столпились вокруг него Таким образом Рабство Означает Унижение Ведь путь к рабству Это путь унижения Если не будет Унижения Перед Аллахом То это состояние Нельзя назвать Рабством Также для него Необходима покорность Также для него Необходима подчинение Невозможно Быть рабом Аллаху А потом восстать Против него Невозможно Быть настоящим Его рабом А потом Ослушаться его Обязательно Нужно подчиниться Не восставать Не противиться Его решению И предопределению В этом рабстве Заключены Любовь Страх И надежда Из рабства Вытекает Любовь К объекту Своего поклонения Это любовь Не просто Сентиментальное Чувство Это не просто Слова Я тебя люблю Или ты меня любишь Когда слова И дела Такого человека Отличаются Это не просто Сентиментальность Из этой любви Вытекает покорность И тот Кто любит Аллаха Покоряется ему Это любовь Больше Чем любовь К ребенку Родителям И ко всем людям Также она больше Чем любовь Ко всему Что есть в этом мире Из имущества Утвори Облюбованных Жилищ Или торговля Застоев Которые опасаются Любовь к Аллаху Больше Чем любовь К чему-либо еще Любовь к Господу Миров Толкает тебя О раба Аллаха К подчинению ему К поклонению И соблюдению Обрядов Стремясь к нему А не убегая Без устали И чувства скуки Это потому Что поклонение В котором Присутствует Любовь Облегчает Выполнение Дела ради Аллаха И делает Их приятными Ты не встаешь На утреннюю молитву Испытывая Отвращение Недовольство Поистине Ты встаешь Испытывая Любовь Когда ты Отдаешь Своё имущество От чистого сердца Ты делаешь Это ради Аллаха Испытывая К нему любовь Когда ты Переносишь Трудности Хаджа И усталость Твоя любовь В служении Богу Облегчает Тебе Все трудности Человек По своей природе Обязательно Должен быть Чьим-то Рабом Таким Аллах Сотворил Его сердце Его может Поработить Имущество Или женщина Или мирское Или связь С дорогим Ему Человеком Его может Поработить Одна вещь Или Несколько Однако Когда человек Станет Рабом Человеку Или еще Чему-то Из мирского То жизнь Станет Несчастной Он не сможет Найти покоя Он будет Наказан Рабством Чему-то Помимо Аллаха Он не найдет Отдыха Блаженства И покоя Пока не станет Поклоняться Аллаху Пока не покорится Ему И не станет Для него Одного Настоящим Рабом Только в этом Случай Он освободится От власти Других вещей Над ним Все остальное По отношению К нему Будет Вещами Без которых Он сможет Прожить Если Он получит Из них Какую-то Часть Он сможет Прожить И с этой Частью Ведь Служение Аллаха Приучит Его К нехватке В этих Вещах Это Одно Из преимуществ Рабства Перед Аллахом Сколько Бы Раб Не терял Из этого Мира У него Всегда Будет Надежда Он Будет Жить Дальше Надеясь На милость Всевышнего Аллаха Ведь Его Главная Цель Все еще Будет Присутствовать В его Жизни Я Создал Джинов И людей Только для Того Чтобы Они Поклонялись Мне И Человек Живет Движимый Этой Главной Целью В своей Жизни Остальные Дела Могут Останавливаться Исчезать Уменьшаться Но Ни В коем Случае Они Не повредят Его Душевному Состоянию И стремлению Ведь Он Все еще Выполняет Свою Главную Миссию В жизни Ради Которой Он Был Создан Но Если У Людей Этого Мира Которые Привязаны К Дуньи И Не Являются Рабами Аллаха Что-то Случается В жизни Они Могут Совершить Самоубийство Рабы Аллаха Служение Аллаху Является Причиной Надежды Надежды На Награду Аллаха Это То Что Мотивирует Человека На Совершение Благих Дел Он Не Перестает Совершать Их Ведь У Него Есть Желание Чего-то Достичь Он Знает Что Он Не Обязательно Достигнет Желаемого В скором Времени Ведь Вечное Наслаждение И Воздаяние В своей Основе Будет В раю В будущей Жизни А не В этой Поэтому Он Работает До Конца Надеясь На Эту Награду У Аллаха И Его Благие Дела Не Ограничиваются Каким-то Временем Они Не Периодические Не Только В Рамадан Нет Они Сопровождают Его На Протяжении Всей Его Жизни Он Желает Получить Награду Во Всем Даже Если Эта Вещь Незначительна Даже Если Он Всего Лишь Уберет Ветку С Дороги Также Служение Аллаху Является Причиной Страха Страха Перед Аллахом Это Очень Важно Ведь Страх Это Та Основа Которая Запрещает Ослушаться Аллаха Это Та Основа Рабства Которая Отдаляет Человека От Попадания В Запретное И Этот Страх Побуждает Человека Постоянно Находиться В поклонении Всевышнему Аллаху Боясь Допустить В этом Упущение Боясь Что От него Не Примутся Его Старанием Хочется Заметить О рабы Аллаха Что Рабство Перед Аллахом Проявляется Не только В сердце И не только В других Органах Тела Оно Распределено По всем Органам Человека Есть Рабская Покорность Для сердца Например Страх Надежда Любовь Стеснение Перед Аллахом Искренность Правдивость Полагание На Всевышнего Аллаха И упование На него Есть много Видов Рабской Покорности Сердца Ты не сможешь Проявить надежду На Аллаха Рукой Ты не сможешь Проявить Стеснение Перед Аллахом Каким-то Каким-то Другим Органам Тела Это Все Дела Сердца И тот Кто Поминал Аллаха В одиночестве И из глаз Его Текли Слезы Слезы Это Всего Лишь Последствия Того Что Происходит В сердце Ведь Страх И Боязнь Это Поклонение Сердца Даже Стремление К Аллаху Это Поклонение Сердца Если Кто Надеется На встречу С Аллахом То Ведь Срок Аллаха Непременно Наступит Аллах Привел Нам Пример Стремящихся К Нему Которые Любят Его Любят Встречу С Ним И Любят Ту Награду Которая Уготована Им И Желают Получить Ее Он Установил Для этого Срок Сказав Если Кто Надеется На встречу С Аллахом То Ведь Срок Аллаха Непременно Наступит Раб Аллаха Не Желает Смерти Ведь Он Он Желает Ее Она Приходит А он Стремится И Желает Встречи С Господом В Противоположность Тому Кто Не Является Рабом Аллаха Или Его Служения Господу Недостаточно Была Одна История Когда Произошла Страшная Автомобильная Авария Один Человек Хотел Помочь Юноше В машине Который Был Уже На Последнем Издыхании И он Кричал Я Не Хочу Умирать Я Не Хочу Умирать Я Не Совершал Молитву Я Не Совершал Молитву Я Хочу Молиться И Не Хочу Умирать Как Бы То Ни Было У Него Было Сильное Кровотечение И Когда Приехала Скорая Он Уже Покинул Этот Мир Слова Я Не Хочу Умирать Говорили Великие И Неуважаемые Люди На Смертном Адре Когда К ним Приходила Смерть Один Из Таких Людей Который Был Не Мусульманин Кричал Не Оставляйте Меня Умирать Не Оставляйте Меня Умирать Это Потому Что Все Их Надежды Были На Эту Жизнь И Ее Услады А Если Они Сейчас Все Уйдут Куда Он Отправится И Что У Него Останется Покорность Аллаху О Рабы Аллаха Проявляется В сердце А Также На Языке Например Через Поминание Аллаха Восхваление Возвеличивание Заявление О Его Единственности Произнесение Слов Нет силы И мощи Ни У кого Кроме Аллаха Мы Принадлежим Аллаху И К Нему Возвращаемся Есть Много Видов Поминания Аллаха Которые Совершаются В определенное И Неопределенное Положение Есть Много Разнообразных Видов Поминания Аллаха Также Есть Проявления Рабства Осуществляющиеся Руками Такие Как Рукопожатие Брату Мусульманину Прикосновение К Черному Камню Остановить Порицаемое Своей Рукой И Так Далее Есть Виды Проявления Рабства Посредством Ушей Как Прослушивание Корана Глазами Как Лицезрение Книги Аллаха Обоняние Как Вдыхание Аромата Детей И Целование Или Различение Одной Отданной Вещи На Хранение От Другой Также Есть Проявления Рабства Ногами Как Обход Вокруг Капабы И Тому Подобное Посмотри На Распределение Рабской Покорности По Всему Телу Так Что Она Охватывает Все Положения Человека И Занимает Все Его Время И Он Действительно Начинает Жить С Есть Смысл Рабства Чтобы Ты Жил Вместе С Ним О Аллах Сделай Нас Из Лучших Твоих Рабов О Аллах Сделай Нас Из Праведников И Избавь Нас От Наказания Огня О Аллах Мы Просим У Тебя Прощение И Избавление О Милосерднейший Из Милосердных Я Произношу Эти Слова И Прошу Прощения Для Себя И Для Вас Просите У Него Прощения Воистину Он Прощающий Милосердный Милосердно